Сегодня мы с вами рассмотрим подключение дисплея 16.02А, 20.04 и LCD Shield. Начнем мы с дисплея 16.02А, подключать само по 16 контактам, установлен на бреквард. Переходим в дисплей, выбираем блок подключения. Информация. Подключаем данный дисплей к плате Arduino. Потенциументок здесь нужен для того, чтобы настроить контрастность. Окей, дисплей подключили, и теперь давайте отобразим текст на данном дисплее. Переходим в дисплей, печать текста, и загружаем на плату Arduino. Окей, заказа разрешена. Давайте подкрутим контрастность, чтобы увидеть текст Arduino. Сейчас мы с вами отобразили просто текст. Давайте сделаем самый простой счетчик чисел, и отобразим значение переменной. Следуем переходим переменной и создим переменную x. Кликаем окей. Объявим переменную. Тип переменной сделаем int. Изначально значение переменной у нас будет равно числу 0. Далее мы к переменной присвоим новое значение. Давайте сделаем это вот так. Вначале отобразим просто текст, а потом значение переменной. Значение переменной будем отображать на второй строке. Номер от строк начинается с нуля. И отправляем значение переменной на дисплей. Сделаем самый простой счетчик. Значение переменной плюс 1. И добавим маленькую задержку. 1000 миллисекунд. Загрузим программку на плату Arduino. Окей, заказа разрешена. И мы с вами отображаем текст Arduino. R2Block. И значение переменной. Это дисплей 16.02А. Следующий дисплей, который мы с вами подключим, это дисплей 20.04. 20.04А. Расминавка у нас такая же. Просто устанавливаем. Кликаем Reset. И у нас отображается текст R2Block. Подкрутим контрастность. Сейчас мы с вами задействуем всего 16 на 2 символов. Здесь нам нужно изменить значение. 20. 4. 20 символов. 4 строки. И сейчас можно отобразить текст на следующих строках. К примеру, я хочу отобразить текст на третьей строке. Например, просто текст R2Block. И окей, мы с вами отобразили текст. Бывают случаи, когда нужно отобразить текст плюс значение. Чтобы не прописывать здесь блоки, а именно после текста сразу отобразить значение. Для этого есть в разделе тексты создать текст с. Переходим в текст. Например, текст R2Block. Давайте пропишем так пробел. И отобразим значение переменной. То есть сейчас на третьей строке мы с вами отобразим текст R2Block, пробел и значение переменной. Также могут быть значения до текста. То есть, обратите внимание, сейчас у нас переменная увеличивается. Бывают случаи, когда нужно вначале отобразить число, а потом текст. И когда наше число будет увеличиваться, текст будет перемещаться на следующую клеточку. Сейчас загрузим и посмотрим. То есть, смотрите, начался у нас счетчик. 2, 3 – это однозначное число. И когда у нас будет число 10, то текст R2Block передвинется. Обратите внимание, текст у нас передвинулся. Удалим этот блок и пропишем значение 16 на 2. Это китайский дисплей, который отображает только латиницу при таком подключении. Но есть и российские аналоги. Это дисплей от компании Melt. Вот такой MT-дисплей. Сделано в России. Подключается он тоже так же. Только здесь обратите внимание, что нумерация пинов начинается вот с этого третьего пина. То есть, это у нас первый пин. 14, 15 и 16. То есть, чтобы сейчас мне подключить данный дисплей, мне нужно сделать маленькое смещение. Сделали смещение на 2 пина. То есть, вот эти пины под цветки, они переходят вот сюда. Установим потенциуме так. Перезагружаем плату. Подкрутим контрастность. И у нас отпустился текст ArtBlock. На данном дисплее можно отобразить русские символы. Наипчатаю Виталий. Загружаю. И вместо текста ArtBlock у нас отобразится русский текст Виталий. Также на просторах интернета продается вот такой шилд. И сейчас мы с вами рассмотрим, как на нем отобразить информацию. На нем также можно отобразить только латинские символы. Изменить сюда нашел дар, что здесь все пять кнопочек подключены в пин А0. То есть, при нажатии на кнопочки мы просто меняем сопротивление. Внутри стоит резисторная сборочка вот там. Видим ряд резисторов. Вот таким простым способом мы с вами вставляем. И дисплей у нас подключен к плате Артурина. Подключаем. Сейчас нам нужно правильно представить здесь пины. Так как здесь распиновка отличается от той распиновки. 8, 9. Далее 4, 5, 6, 7. 16 на 2. Здесь мы с вами можем отобразить только латиницу. Следовательно, давайте выберем блок Арту Блок. И загружаем. Идет загрузка. Так, видим ошибку платы, потому что я сменил плату, а порт не сменил. Следовательно кликаем F5, чтобы обновить. И видите, порт у меня обновился. Загружаем. Идет загрузка. Окей, загрузка завершена. На дисплее мы ничего не видим, так как здесь есть подстроечный резистор контрастности. Давайте мы его с вами покрутим. Крутим, крутим, пока не появится текст. Так, видим текст Арту Блок. И мои значения. Также у данного шелда якость дисплея подключена в 10-й пин. То есть 10-й PCHM-пин. Переходим в ходы выхода. Аналоговый выход. Указываем число 10. И здесь мы можем задать значение подсветки. К примеру, значение 255 это максимальное значение якости подсветки. К примеру, смотрите, я укажу значение 50. Загружаю. И обратите внимание, как изменится якость подсветки. То есть, видите, она стала у нас тускнее. То есть мы можем здесь указать значение 20. Ее будет еле-еле видно. Значение 255 это максимальное значение. И подсветка будет включена на максимальную якость. В этом видео у меня все. Всем спасибо за внимание. С вами был Виталий. Увидимся в следующем видео. Всем пока-пока. И удачи в разработке новых проектов.